Перед машиностроительным комплексом страны стоят новые задачи. Перспективы этой отрасли обсудили сегодня в Чебоксарах. Столица республики приняла юбилейную конференцию объединения производителей железнодорожной техники. Какие инновации уже поставили на рельсы и что предстоит произвести для нужд РЖД, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Электропоезда «Ласточка» аналогов им нет нигде в мире. Сейчас скоростные локомотивы курсируют по центральному кольцу города Москвы. Их серийный выпуск – главный результат работы предприятий, входящих в состав некоммерческого партнерства. За 10 лет в ОПЖТ разработали целую серию инновационных вагонов и магистральные газотурбовозы. Интеграция производителей позволяет и оперативно вносить коррективы в стандарты, которые были приняты в советские времена. За последние годы удалось проделать глобальную работу. Мы договорились с депутатским корпусом о том, что все основные законы, регулирующие деятельность в области транспортного машиностроения, они только будут проходить через наш экспертный совет. Мы поставили себе уже в приоритетном порядке рассмотреть на площадке нашего экспертного совета, а потом заседание комитета Государственной Думы. Такой документ находится в правительстве Российской Федерации. Называется «Стратегия транспортного машиностроения на период 2025 года». Надеемся очень на начало строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Через территорию Чувашьей республики это практически почти 120 километров. Огромные средства будут выделены и огромные заказы для наших производителей. Сейчас предприятие ОПЖТ ставит на рельсы более 90% железнодорожной техники страны. В стратегии на ближайшие годы расписаны планы по выходу на внешние рынки. Лишь 457 миллионов, то есть меньше 1%, это доля российских предприятий в экспорте. Стратегия развития экспорта направлена на то, чтобы к 2025 году хотя бы утроить это. И все равно получится не очень большая цифра. И здесь многое зависит от поддержки региональных властей. В республике за последние 6 лет для нужд РЖД произвели продукцию более чем на 120 миллиардов рублей. В состав партнерства готовится войти еще одно предприятие Чуваши. У нас сейчас научное производственное объединение «Каскад» хочет вступить и стать учредителем данного некоммерческого партнерства. Это очень важно, потому что без инновационных технологий, без модернизации производства, все понимают, невозможно поднять производительность труда. И наши предприятия, наши производители по цене по качеству в конкурентной среде выигрывают эти конкурсы. Это тоже показатель общего труда на совместный результат. Президент ОПЖТ говорит, что будущее необходимо делать уже сегодня. Партнерство ориентируется на инновации, предприятия республики отвечают на эти вызовы. Республика обладает уникальными предприятиями, высокотехнологичными. И та продукция, вот примеры «Лара», я бы мог еще примеры приводить, но мы очень активно работаем с «Ларой», молодые инициативные команды. Нет аналога в мире в области регулирования движения поездов, так называемая автоблокировка. Юбилейная конференция завершилась на торжественной ноте. Предпринимателям, которые внесли большой вклад в развитие ОПЖТ, вручили благодарности, дипломы и памятные медали. Состав некоммерческого партнерства расширяется. Его президент подписал в Чебоксарах соглашение о взаимодействии с еще двумя предприятиями. Медрика Валиопа, Сергей Адушкин, Республика.